здравствуйте мы сегодня поговорим с вами о таком сложном аспекте фото дело как о видеосъемке звучит смешно но действительно сегодня видеосъемка становится частью фотографии и никак иначе грань между видеокамерами и фотокамерами практически стерлась есть какие-то минимальные различия но сейчас большинство людей проводят и любительскую и профессиональную видеосъемку именно фотокамерами давайте попробуем разобраться что к чему факт 1 о котором нужно помнить при видеосъемке выбирайте для видеосъемки объектив с самым коротким фокусным расстоянием причина моего совета проста дело в том что главная проблема при видеосъемке с которой вы столкнетесь это дрожание камеры в ваших руках снимаете вы стоя на месте или не дай бог вы куда-то пошли вместе с камерой все равно вибрация того что вы даже стоите дышите и в ваших руках в мышцах есть определенная вибрация определенный тремор это будет передаваться на вашу камеру именно поэтому съемка видео на смартфоны на iphone 4s на iphone 5 на iphone 5s она легче технически и проще особенно те модели которые оборудованы оптической стабилизации по моему 5 iphone по моему 5 я у меня и не в курсе по моему там есть оптическая стабилизация у nokia последние 1020 там тоже есть оптическая стабилизация эти камера фоны зачастую будут снимать видео стабильнее интереснее чем фотоаппараты в которых матрицы больше объектив длиннее и вибрация в кадре будет более выражена у многих из вас в камере есть тот или иной вид стабилизации на сегодняшний день есть три актуальных вида это в чистом виде цифровая стабилизация при съемке и и не нужно использовать она будет только портить вам картинку если вы хотите цифровую стабилизацию сделаете ее уже постфактум после съемки на том видео которое вы сняли вы сможете сделать качественную цифровую стабилизацию которая будет лучше чем то что камера сделает в момент съемки второй вид стабилизации это стабилизация оптическая когда в объективе есть призма который колеблется в противовес вашему движению это хороший тип стабилизации но он недостаточно эффективен все равно он не убирает все дрожание включать его нужно но думать что он будет для вас панацеей не стоит есть третий тип стабилизации это совмещенная цифровая оптическая стабилизация когда матрица колеблется в магнитном поле в таких камерах как если я не ошибаюсь panasonic pentax у некоторых фирм есть эта технология это очень интересный тип стабилизации и он работает хорошо только тогда когда вы направляете камеру на объект съемки и никуда ее не не двигаете вот вы направили снимаете человека который сидит говорит или даже ходит но вы камеру не перемещаете тогда этот тип стабилизации работает исключительно эффективно как только вы начинаете камеру панорамировать двигать у вас вся картинка в кадре двигается матрицы и фотоаппарат не понимают почему это происходит и они стараются двигающуюся картинку удержать на месте от этого в момент панорамирование камеры у вас возникают такие рывки изображения что матрица все время движется за картинкой и как бы пытается все время сделать ее статичной поэтому технологии матрицы в магнитном поле либо работает плохо в момент видеосъемки когда вы активно движете камерой я видел только одну камеру на которой она работал достоин это была небольшая камера от компании pentax pentax mx1 вот там я видел что эта технология работала нормально но на камерах с более крупной матрицей последний вид стабилизации где матрицы движется в магнитном поле при видеосъемке лучше выключать вообще поэтому все равно чтобы вы не выбрали у вас будут проблемы с тряской при съемке с рук поэтому выбираете объективы с кратчайшим фокусным расстоянием найти сегодня камеры которые быстро адекватно и правильно фокусируются в момент видеосъемки очень сложно особенно если мы говорим о зеркальных камерах там вообще беда о которой владельцы зеркальных камер знают в мыльницах ситуации чуть полегче и вот например камера которой я пользуюсь никакой рекламы nikon v1 у которой прямо на матрице вмонтированы датчики фазовой фокусировки она довольно неплохо фокусируется в режиме видеосъемки хотя я этим не пользуюсь потому что все равно как бы хорошо не работал автофокус он наводится всегда не туда куда тебе нужно то есть он способен в кадре уехать на задний план вернуться обратно и как вы понимаете в данном случае дубль который я снимаю будет просто разрушен самый эффективный способ съемки это включить ручную фокусировку подойти к объекту съемки на определенные расстояния сфокусироваться вручную дальше нажать на запись и снимать объект съемки с того расстояния которое вы выставили вы можете ходить по кругу вы можете быть чуть ближе чуть чуть дальше но ручная фокусировка позволит вам сделать очень качественное видео если у вас есть какая-то жесткая необходимость вот просто невыносимая необходимость приближаться к объекту отдаляться от объекта и вы не можете это миновать ну попробуйте включить автоматическую фокусировку но скорее всего вас половина съемки будет вне фокуса если вас это устраивает что у вас камера будет туда-сюда ездить фокусом тогда вы должны быть к этому готовы автофокусировка в режиме видеосъемки на сегодня функция которая портит съемку категорически поэтому например все серьезные люди снимающие видео на зеркальные камеры используют ручную фокусировку достаточно легко по заднему дисплею фокусироваться если камера у тебя в руках и ты способен ею управлять для того чтобы облегчить фокусировку закрывайте диафрагму увеличивайте чувствительность до приемлемого предела и закрываете диафрагму для того чтобы увеличить глубину резкости то есть если у вас достаточно короткий объектив если вы закрыли диафрагму до восьмеркой или до 11 так у вас глубина резкости будет метр три-четыре вам вообще фокусироваться не нужно вы будете иметь всегда качественное и резкое видео что касается выбора параметров при съемке именно параметров записи самого файла выбирайте формат full hd а вот количество кадров по вашему выбору 25 или 30 кадров а но обратите внимание там всегда идет приписка 25 пи или 30 пи а бывает 30 ай или 60 ай вот всегда выбираете пи пи это прогрессивная развертка а а это режим развертки интерлейс он вам не нужен не буду объяснять почему всегда выбираете режим пи режим ай с разверткой интерлейс это для старых телевизоров у которых изображение передается в 50 полуполей как вариант вот но сейчас все ноутбуки все телевизоры все плазмы поддерживают именно прогрессивную развертку так что выбирайте режим пи это очень важный вопрос потому что качество звука дают 50 процентов качества записи видео то есть всего видеоролика можно записать на очень плохую камеру с очень плохим изображением но если у вас будет классный чистый звук то видео будет восприниматься как профессиональное вы можете услышать сейчас разницу между записью звука на тот микрофон который находится на мне либо на тот микрофон который сейчас записывает звук на камере разница существенные в одном случае видео выглядит ужасные любительски а в другом случае слушать меня приятно и тембр и отсутствие лишних шумов все это делает именно внешний микрофон но для вас бы я посоветовал не внешний микрофон который крепится на объекте съемки а я посоветовал бы на камерный направленный микрофон они обычно выглядят как такие удлиненные цилиндры они либо в поролоне либо в такой лохматом чехле который защищает от порывов ветра что порыв ветра не задувал в микрофон не создавая лишней шумы приобретите такой микрофон поставьте его на камеру и качество звука при видеосъемке будет несравнимо лучше особенно учитывая то что микрофон направленный пишет звук с того места где вы производите съемку не записывая то что находится рядом или по крайней мере записывает и в меньшей степени но убедитесь пожалуйста что на вашей камере есть вход под внешний микрофон как он выглядит как миниджек вообще пост обработка видеоматериала она исключительно сильно улучшает его качество вы можете полностью убрать дрожание картинки при помощи программ обработки полностью это значит даже если вы шли за человеками у вас в кадре человек прыгал но если вы удержали его в границах кадра вы потом это дрожание можете абсолютно полностью убрать абсолютно полностью это значит идеально сделать статичную картинку при определенных навыках конечно но это вполне возможно вы можете подправить изображение по цветам чуть-чуть добавив каких-то цветов вы можете сделать его чуть темнее или чуть светлее в любом случае видео очень часто нуждается в постобработке даже видео моих уроков я всегда произвожу постобработку по цветам теням и цветам чтобы немного сделать его лучше и комфортнее поэтому в ближайших наших уроках мы поговорим о постобработке видео спасибо что вы смотрели этот урок я надеюсь что я дал вам какие-то полезные советы для видеосъемки на вашу любимую фотокамеру спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»